Здравствуйте. Я стараюсь рассказывать лишь малую часть той информации, которой владею или которой пользуюсь. Если хотите видеть и знать больше, то подпишитесь и поставьте лайк. Это мотивирует делать больше информационных выпусков и раскрывать даже ту информацию касательно контента, которую, как я считаю, могут скоро пофиксить, изменить или вообще переделать. Поэтому оцениваю свои временные затраты не до конца рациональными из-за того, что для каждого видео создается эксклюзивный видеоряд, проводится исключительно личный тест без каких-либо прочих гайдов или подсказок. Следующая информация попала мне в руки как раз при проведении фактических тестов нелегальной торговли, торговли незаконными веществами, торговли на неофициальных авантпостах. Итак, по порядку по пунктам. Пункт номер 1. Для начала мне стало известно, что каждый корабль обладает карго-сеткой, куда фактически размещается груз. Если сетка частично занята, то при закупке система игры пропускает занятые ячейки сетки и размещает купленный груз только в свободные слоты сетки. Кроме того, мы можем поставить на сетку коробки вручную, а затем продать эти коробки с консоли продаж. Так мне удавалось ранее в патчах продавать груз со сбитых кораблей, перевозящих, к примеру, наркотики. Пункт номер 2. С определенного этапа мне стала интересна механика угона кораблей, а также противодействие этому угону. Так мне удавалось уничтожать незваных гостей на своем Starfarer, а также самому легальными путями через нижний люк или отстрел дверей проникать не только в Starfarer, но и во множество других кораблей. В определенный момент я совмещал торговлю и устранение любых других потенциально опасных торговцев на кораблях средних размеров. Корабли жертв излишней самозащиты я не уничтожал, так как моей задачей было лишь обезопасить себя от временных угроз. Поэтому просто припарковывал отбитые корабли там, где мне удобнее, передавал их владельцам позже. Во время торгового рейда между Аутпостом с Ларанитом и Нарколабораторией, где этот Ларанит можно было продать, я припарковал Starfarer подле украденного фрилансера. То есть, по факту, сетка карго Starfarer была крайне близка к такой же сетке чужого фрилансера. Закупиться в чужой фрилансер веществами я не смог, но увидел в консоли продаж одну коробку груза, который туда разместил игрок из моей группы. Дальнейшие тесты привели к тому, что мне удалось при совмещении сетки карго продавать груз через мой Starfarer. Другими словами, я продавал чужой груз. Кроме того, консоль нелегальной торговли суммировала карго обеих кораблей. Карго со второго корабля обозначалось красным цветом и подписью нелегального, не моего товара. То есть, CIG в той или иной степени уже подготовили почву для подобной продажи. О том, что почва была подготовлена, говорило и то, что каждый левый аутпост скупал тот или иной вид легального и, что важно отметить, дорогого товара. Изначально товар с краденым грузом можно было продать и на станциях, и даже через ангары планетарных городов. Но со временем у игроков отняли возможность запроса посадки на украденных кораблях, хотя все еще сохранялся способ. Путем множества неудобных телодвижений проделать эту операцию через пятую точку, но уже в 371380 нам окончательно осложнили эту лавочку. Дабы не раскрывать все карты, ограничимся пока только этой информацией. Что касается Starfarer, это необязательный условие. Главное совместить карго-грид. Причем необходимо, чтобы карго-грид вашего корабля был больше или просто побольше. Так это работало до патча 3.8.0. Сама же система в кавычках была выявлена мной в патче 3.5.0. С этого момента я передаю эту информацию огласке, можете пользоваться ею. Модифицировать тесты в разном направлении и дополнять различные информации. Главное не забывайте указывать первоисточник и репортить об этом баге в созданной мною теме, высшую консоль. А детальнее о многом другом в следующих видео. Подпишитесь, оцените видео лайком и оставьте свой привет в комментариях.